Сегодня на московской бирже были остановлены торги долларом США. Американцы запретили нам торговать долларами на нашей московской бирже. Сегодня праздник, день России, и не все сразу поняли, что для нас это означает. Я постараюсь совсем простыми словами объяснить вам, какие это будет иметь последствия. Остановка торгов долларом США на московской бирже означает, что мы, как физические лица, так и банки, локальные российские, типа Сбербанка, Альфа-банка, Тинькова, больше не могут купить доллара и продать доллара на московской бирже. Хотя раньше это было главное место, где торговалась вся валюта. Итогом таких действий станет то, что курс доллара существенно повысится. Скорее всего он будет больше 100 рублей. Сколько точно, я не знаю. Может быть 110, может быть 120. Некоторые банки сейчас на волне паники подняли обменный курс валюты в своих отделениях вплоть до 200 рублей за доллар. Представьте себе, что московская биржа – это обычный продуктовый рынок с лавками и пузатыми торговцами, которые предлагают свой товар. Торговцы – это экспортеры наших природных ресурсов – нефти и газа. Например, «Газпромгаз» и «Газпромнефть». Эти компании добывают газ из земли и нефть, закатывают их в бочки и отвозят в Китай на поездах. А китайцы в обмен на нашу нефть дают им три чемодана юаней. Раньше, до запрета США на торговлю долларом, эти компании брали выручку, переводили ее на свой счет на московскую биржу, ну как будто за свой прилавок вставали, и начинали ее здесь в России продавать. Часть выручки они сохраняли в иностранных валютах или продавали ее на иностранных биржах. Я не особо большой специалист в межбанковском секторе, поэтому те из вас, кто разбирается в теме лучше, напишите в комментариях свое понимание ситуации. Так вот, три чемодана юаней, которые наши экспортеры, то бишь торговцы, получали за то, что они отвезли китайцам нефть. Часть валюты они продавали на московской бирже, а часть продавали где-то еще на таких же продуктовых рынках, условных, в Китае, в Саудовской Аравии, то есть на биржах этих стран. Теперь же американцы сказали, что они запрещают нам торговать долларами на нашей московской бирже. Они наложили более серьезные санкции на московскую биржу и еще на ряд юридических и физических лиц, которые обеспечивали такую торговлю на московской бирже. Поэтому теперь экспортеры, которые отвезли нефть китайцам и получили с них деньги в юанях или в какой-то другой валюте, отвезли ее в Саудовскую Аравию, от Саудитов какие-то деньги получили, от индусов рупии получили. Они не могут теперь, с сегодняшнего дня, просто так их залить на московскую биржу и продавать всем желающим. Им придется это делать где-то в других местах. То есть им придется заняться контрабандой и покупать валюту и продавать либо в других странах, либо делать это неофициально. Экспортеры будут вынуждены эти доллары возить контрабандой в Россию, транспортными самолетами, буквально в наличкой, в мешках, в контейнерах, привозить и напрямую, прямо из рук в руки передавать банкам типа Сбера, Альфа, Тинькова, которые будут эти доллары, обмененные контрабандой где-то в других странах, перепродавать вам. И поскольку это путь гораздо более сложный и дорогой, и затратный, нужно отправлять самолеты, какие-то транспортные, организовывать вне биржевую торговлю, раздавать эти деньги как-то, доставлять их до этих банков, менять непонятно у кого, то затраты на всю эту конвертацию и всю эту цепочку поставок возрастут. А для нас с вами это означает, что курс доллара вырастет. То есть эту зеленую хрустящую бумажку доллару нам будут продавать не по 90 рублей, а по 110. Поэтому кто хотел себе купить какую-либо электронику, сейчас самое время. В глобальном смысле для нас всех это означает, что у нас будет не хватать денег на самые необходимые вещи, потому что необходимость покупки электроники, компьютеров, ноутбуков, телефонов, оборудования промышленного, техники, сложных товаров никто не отменял. У нас вся экономика, она завязана на долларе. Хоть Россия и под санкциями, и уходит все больше и больше от долларовой зависимости, тем не менее, экономика мировая построена так, что все завязано на долларе. И поэтому хоть мы под санкциями, хоть мы не под санкциями, доллар нам придется использовать. Просто затраты на использование этого доллара для нас сильно вырастают с этим решением американцев. То есть в России будет физический дефицит валюты, физический дефицит долларов. На всех их будет не хватать, и, соответственно, цена их будет расти. Что со всем этим делать, думаю, что многим уже стало понятно, что главный враг засел не в Америке, главный враг засел в Кремле, который умудрился разосраться со всем миром, испоганить нашу экономику и вогнать Россию в Средневековье.